Мороз и солнце, все по классику. В самый холодный день января жители встречают ясная погода и холод. Этой ночью температура воздуха в регионе местами достигала минус 33, днем поднялась до 23 градусов. По словам синоптиков, потепление самарцам стоит ожидать только к пятнице. Чтобы зима не стала причиной простуды и обморожений, на улицу нужно выходить подготовленным. В зоне риска лицо и руки, поэтому мажемся кремом, желательно пожирнее. Это защитит нас от мороза. Ну и теперь остаются варежки тепленькие, конечно же шапка. Ну и теперь я готова, можно идти. Своими рецептами, как пережить холода, делятся и самарцы. Главный ингредиент здесь – движение. По три часа хожу и дышать надо. Обмен воздуха и все. Меньше стоять на месте, больше двигаться, погода классная, солнце во, морозится, бодрится. Даже с таким оптимистичным настроением важно помнить про осторожность. В регионе ОРВИ уже заболели почти 11 тысяч человек. Шесть классов в четырех школах Самары закрыты на карантин. Заболевших множество по всей стране. Эпидемия гриппа уже пришла в Москву. Сложная обстановка в Дагестане, на Кубани и в Ростовской области. Это не повод для паники, уверяют самарские медики. А самое время внимательнее отнестись к своему здоровью. В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас превышен на 16%. Очень существенная часть из заболевших, цифры фигурирует и 30%, и даже более, будут инфицированы свиным гриппом. Он зачастую дает достаточно серьезные осложнения. Чтобы стойко перенести холода, достаточно выполнять простые правила. Регулярно проветривать помещение, как можно меньше находиться в людных местах, промывать носоглотку соляным раствором. Не стоит забывать и про главных врагов вируса – лук и чеснок. На телеканале «Самары ГИС» к делу подошли основательно и готовы дать отпор любой заразе.